Хоба! Привет! С вами доктор Влад, у нас плюс один, солнышко. И новости. Путин заявил, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в России. Что-то гудит там у меня. Поезда, поезда. Рано! А потом будет поздно, уже поздно говорить о второй волне. Замминистра здравоохранения Омской области отстранили от работы. После инцидента инициировали внутреннюю проверку. И, в общем, туда группа какая-то поехала, ребята, разбираться из Минздрава. И все головы полетят. Ну, это ни за что, ребята. Ни за что они полетят. А может, и за что. Ну, главное-то, глава в бункере сидит, правильно? Несколько участников испытания вакцины «Спутник В» или «5», я не знаю, как, заразились коронавирусом. Некоторые добровольцы получили положительный результат теста на коронавирус. Ничего, пельмень, да? Испытывают, испытывают и заражают. Вот хорошо как. Минздрав запретил медикам публично высказываться о коронавирусе. Тссс! Враг подслушивает. Помните, такой плакат был? Нельзя! Нельзя говорить о коронавирусе. Генпрокуратура не обнаружила на Урале чистую воду. От слова совсем. Кошмар, да? При изучении 230 водных объектов в Уральском федеральном округе не нашли воду должного качества, сообщил заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ух ты! Кошмар, да? Кошмар! В Турции возбудили дело из-за карикатуры на Эрдогана. Вот так вот. Ну, Шарли Эбдо, да? Ага. Возбудились. Возбудились турки. Возбудились. Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь сирийской оппозиции в Иглибе. Ах ты, чёрт возьми. Ах ты, чёрт возьми. Значит, у Путина отсутствует желание устойчивого мира и спокойствия. Да кто бы сомневался. Ты у меня бы спросил, я бы сказал. Алиев обвинил Россию в военных поставках Армении с базы в Гюмрии. Это русская база, да? Да правильно, что обвинил. А чем им воевать-то? В Армении нет своего ничего. Армения нанесла удары по турецким истребителям F-16 в Азербайджане. Армянский ОТРК, точка У. А почему точка У? По армянски как это будет? Точка У. Были использованы для нанесения ударов по аэродрому, базирования турецких истребителей. Ох, вот это да! Офигеть, там война идёт вовсю. Названы защищающие от коронавируса продукты. Почему-то сырое яйцо нарисовано. А почему сырое яйцо? А, В, С, витамины В, В6, В, В12, фолиевая кислота. Слушайте, ребят, один-единственный продукт защищает, это спирт. Медицинский, только его не внутрь обмазываться. Новейший российский процессор Эльбрус-32С получит 6.7 НМЭ техпроцесс. А, ой, ребята, получит. Когда? В 2025 году. Вот меня смех разбирает, а? Вот смех, смех, ребята, горький смех, конечно. Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель. Всё. Баррель всё-таки. Баррель, вернее, да? О, тут ещё. Это Russia Today. В Москве продлили дистанционный режим работы. Ребят, меня часто спрашивают, вот где я беру новости. Вот прям все, да? Вот искать для статей у меня. Список. Russia Today на русском. Новости в мире. ТАСС. Лента.ру. Майл.ру. Субботний Рамблер. Пора валить. Рейтинги с ЖЖ. Новости. Мослента. Эхо Москвы. Яндекс.Дзен. Гугл.Трендс. Соцсети Россия. Очень интересный сайт. Там ленточка, да? Все новости. Ещё откуда-то все новости. Мир24ТВ. И трендинг. Это у нас Твиттер. Вот всё, что я пользуюсь. Так, Яндекс. Ну, конечно, Яндекс. Я, собственно, с Яндекса начинаю всегда. Так, чё у меня тут? А, ниже 40 долларов. Ну, это само собой. На украинской газоперерабатывающей станции произошёл взрыв. В Харьковской области бабахнуло, ребята. Два человека погибли, дети получили различные травмы. Нифига себе. Нифига себе. Воздушно-космические силы России испытали, успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Правда, она не взлетела. Ну, так, она немножко так покачалась, покачалась, пахтела чем-то, да. Это я так думаю. Тут об этом, конечно, не напишут. Жители популярного курорта описали россиян фразой «постоянно орут и ругаются». Это, знаете, где Доминикана, Доминикана, туда часто ездят русские, и вот они постоянно орут и ругаются. Российские женщины очень красивые и совершенно недоступные, а мужчины болезненно ревнивые и вспыльчивые. Вот оно как. Россияне не терпят, когда к их женщинам приближаются местные. Ну, приближайтесь, когда россиянина рядом нету, когда россиянин водку жрёт где-нибудь. Вот и всё. Чё вы? Чё вы? Не знаете, что ли, как это делается? Наташа-то, она и везде, везде Наташа. Опять у меня кто-то летает. Да что у меня всё летает? В Беларуси назвали условия применения боевого оружия против протестующих. Ой, ребята, диверсии, теракты, нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств от физической силы до боевого оружия. Чё будет дальше, я не знаю, Беларуси. Лентару россиянин из ревности сжёг две квартиры. Да, и так, а сколько? 61 год ему местный житель начал подозревать свою супругу в измене, не говорят, сколько лет ей, и попросил дать ему для проверки мобильный телефон. Вот так на молоденьких жениться. Ну, я так, представляю себе. Когда женщина отказалась это сделать, эта женщина отказалась сделать, её муж пригрозил, что сожжёт квартиру. После разговора она ушла к сыну за помощью. В это время мужчина облил комнаты бензином и кинул туда зажжённую спичку и две квартиры дотла. Ёлы-палы, дотла. Ой-ё-ё-ё. Путин поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Я даже знаю, куда они уйдут, эти 10 миллиардов. Все по начальству, главврач, замглавврача, старшая медсестра. Бойцовский петух убил полицейского, пытавшегося остановить нелегальные бои. Дело в том, что им на когте, ну, в смысле, вот на лапке, да, приделывают ещё маленькие такие стальные кинжальчики, стальные шпоры. И вот петух ударил его, попал в бедренную артерию и так далее. Слушайте, ребят, это где? Филиппины. Ну, Филиппины тоже в моём списке чёрном. Как и Испания, кстати. Я Испанию не переношу, потому что у них бои быков. Я считаю это вандализмом просто. Просто это дикость, понимаете? Это дикость. Бои вот этих быков, да? В чём быки провинились, я спрашиваю. Ну, вот ещё Филиппины тоже дебилуиды. Российские ПВО в Армении уничтожили рекордное число турецких беспилотников. Странно. А я раньше читал, что турецкие беспилотники уничтожили рекордное число российских ПВО. И кому верить? Кому верить? Не знаю. Города России, которые богаче, чем Москва. А-а-а, богаче, чем Москва. Это что? И это, ну, где зарплата высокая, да? А на дырь? Мой друг уехал в Магадан не по этапу. Снимите шляпу. Средняя зарплата в этом городе составляет примерно 107 тысяч рублей. Ай-ай, где ещё Салихард? Это как у Чукчи спрашивают. Ты когда-нибудь на юг ездил? А как же? Салихарда был. Административный центр Ямало-Ненского автономного округа с зарплатами 95 тысяч. Следом в лидеры выбиваются Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Но, но до сих пор там плохой интернет, дорогая связь, не везде простроенные дороги. Дороги в России теперь простраивают. Простроенные дороги. Это кто сообщает? Рамбляер. Не хватает развлечений для молодёжи. Ну, убивать друг друга. Чё, разве это плохое для молодёжи развлечение? Поэтому многие люди приезжают работать в «богатые» в кавычках города вахтовым методом. Чё-то какая чушь сегодня. О, Варламов всё в кучу собрал, кучерявый, как коронавирус захватывает регионы России. Всё, что я вам рассказывал, и про Омск, и про то, что люди прямо на лестничных площадках лежат, это же вообще кошмар. Я такого никогда не видел, ребята. Ну, ещё в коридоре бывало, но мало, вот в мои времена, да. Курган – это вообще мрак. И всё, он всё собрал. Смерть 13 пациентов в Ростове-на-Дону. С нехваткой кислорода умер главврач больницы, который болел коронавирусом, ушёл в отставку. Ну, в общем, всё, что я вам рассказывал. А Липецк ещё, Липецк. Пациенты часами стоят в живой очереди на госпитализацию, причём в больницу их кладут, только при наличии собственной раскладушки. Я вам тоже это рассказывал. Ребята, везде плохо. Трупы в Барнауле лежат, куча, куча, всё, что ли, всё. Ужас, ужас, ужас. Математика. Мрак. Я не знаю, откуда это, ребята. Ну, вот, ну, прям страница, да, скан страницы. Задача 209. Третьеклассник Федя купил в школьном буфете стакан компота и пошёл мыть руки. В это время в школьном буфете находилось 9 первоклассников, и каждый из них плюнул в Федин компот по три раза. Сколько раз плевали первоклассники Федин компот? Ребят, это вот, вот, это меня просто убило, понимаете. Задачка, да. О, ещё, если вы не добились, сейчас добью. Обнаружил в своей квартире мигрантов. Управдом разрешил пожить. Москвичка, на полтора года уехавшая из города, вместе с дочерью, по возвращении обнаружил в своей квартире мигрантов. Как заявили проживающие в квартире, приезжие из Узбекистана, жильё они заняли по разрешению заместителя директора компании, управляющей домом. Дальше вообще пошли объяснения из разряда в гостях у сказки, т.т.т. Ребят, самая, вот, вишенка на торт, да, значит, вот эта вот тётя разрешила им оплачивать только коммунальные услуги, да, но остальное ей в карман, конечно. Кроме того, она разрешила жильцам убрать из квартиры ненужные вещи, поскольку комнаты были сильно захламлены. В итоге мигранты вынесли на помойку пианино. Оно им показалось лишним. Московский водитель проломил голову таксисту во время дорожного конфликта. В Москве у заслуженной артисты РФСР выманили миллионы рублей, какие-то жулики, тайны арктических льдов признали опасным для всей планеты и, может быть, мега-цунами с высотой несколько сотен метров. Волна от всего от этого. В Твиттере в Уголовный кодекс уже внесли статью об ответственности за пересмотр итогов Сочинской Олимпиады. Если нет, то внесут. Да. Дегтярев признался, что не чувствует себя в безопасности в Хабаровске. Установил металлоискатели. Усилил охрану. И приказал соорудить под землей бункер. Власть бункерных крыс. Ох, черт возьми. И С, сверхдержава. 2001 год. Удвоим ВВП. 2003. Догоним Португалию. 2012. Россия войдет в топ-5 экономик мира. 2020. МВФ сообщает, через пять лет по уровню жизни Россия сравняется с Туркменистаном. Если кто не понял, это и есть обещанный путинский прорыв и прыжок. Что значит с Туркменистаном? Ребята, объясняю. Вот, собственно, не я объясняю, какой-то тут сердитый бандерлог, да, на твиттере. Талоны на продукты. Туркмении грозит голод из-за пандемии коронавируса. В Туркмении жителям выдают талоны на продукты питания. Муку, масло, сахар и другие. Да, ребята, да. Все. На сегодня все. И слава богу, да. Ну, доживем до завтра. Там видно будет. Пока. С вами доктор Влад.